Сергей Снурницын живет в этом доме уже 12 лет. За все время, уверяет он, никакого ремонта не производилось. Хотя он дому не помешал бы. Каждый раз, как начинается дождь, то все семейство бегает с тазиками по квартире. Но вот один прекрасный момент, и их молитвы услышаны. Ремонту быть. Только сейчас уже непонятно, радоваться ему или нет. Знаете, я находилась вот в этой комнате, прямо напротив. У меня была открыта дверь, собака спала здесь. И как бы они там ремонтировали ничего, не предупредили то, что они придут. Залезли на крышу, обвалился потолок. Я открываю глаза, я спала, и на меня как бы вся эта пыль, весь этот мусор. У меня собака под меня забилась, и я думала, вообще пожар. Собаку сплотила, побежала на балкон, смотрю, потом проходила, уже пыль осела. Смотрю, здесь как бы вентиляция, мне говорят, здравствуйте. Ситуация абсурдная. Пришли ремонтировать крышу, а вышло, что даже ремонтникам в этом доме опасно находиться. Жильцы дома 4 на Силикатной улице много раз обращали свою управляющую компанию по вопросам аварийности крыши. Потолки в домах людей то текли при дожде, то сыпались, даже если кошка пройдет. Три недели за ними ходил. Ну, пока не случилась вот эта ерунда, никто не пришел. По факту, пока уже не случилось все это. Теперь рабочие будут делать двойную работу. И латать крышу, и ремонтировать ванную Сергея. Все у меня и доски. Будем подшивать потолок, ремонтировать ванной потолок, и в комнате ремонт зон. Дому 60 лет. Капитальный ремонт крыши делали в 2006 году. Видимо, так добросовестно отремонтировали, что вышло такое. И это не единственный дом, где крышу капитально отремонтировали, а теперь у людей в квартирах мокрые потолки. 12 тысяч в год, ну, пусть даже 24. А там шиферная кровля, кровля большая. У нас просто не хватит финансов. На капитальный ремонт эти дома, к сожалению, не попали. Как говорит руководство ЖРЭО-4, такие вот аварийные крыши на улице Силикатная не редкость. Полностью менять кровлю необходимо во всех соседних домах. Но, как всегда, на это денег нет. Финансы, наверное, лишь появятся в случае, если произойдет ЧП, которое может унести жизнь человека. Алексей Успехов и Игорь Олейников. Для программы Отеративный эфир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова